всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня хочу сделать расклад который мне посоветовали до порекомендовали назвать невероятное притяжение что так стремится вашу жизнь сегодня мы будем смотреть что стремится вашу жизнь так секунду с газа зажгу мои самые любимые благовония сало паула вообще обалденный священное мексиканское дерево запах прекрасно будем работать на колоде танец шамана позиции вы видите перед собой недавно мне тот комментариях написал что или недавно не было раскладов на одну позицию поэтому в ближайшем будущем хочу сделать парочку раскладов на одну позицию вот и так запах пошел пушка прелесть приступаем позиция номер один голубенький камешек что стремится вашу жизнь что стремится вашу жизнь аркан солнца что стремится вашу жизнь не подумала знаете любовь вот ну возможно для кого-то действительно так и актуально что стремится вашу жизнь я бы сказала возрождение да то есть вы сами стремитесь в своей жизни что-то новое что-то такое яркое теплое согревающая согревающая вас да какие-то перемены вашей жизни случились неважно большого они объема либо маленького но вот здесь такое ощущение что что-то такое хорошее что-то такое теплое приятное комфортное солнечное что-то что возможно как-то удовлетворит ваше я для кого-то это может быть новое начинание для кого-то это может быть признание в профессиональной сфере здесь могут быть такие праздники могут быть новые какие-то начинания давайте посмотрим что здесь за ситуация восьмерки мечей здесь у вас идет что стремится вашу жизнь стремится ваше новое восприятие мира да то есть восьмерка мечей карта здесь изображена девушка которая в принципе это и не связано по рукам по ногам да она как будто бы смотрит в открытое окно для того чтобы выйти из своей тупиковой ситуации каких-то рамок свою главе но по собственным каким-то соображением она это не делать может быть это привычки может быть как-то вот идти в новое где-то есть страхи где-то некомфортно так вот что стремится ваше новое восприятие здесь как будто вы знаете как минимум появится вот это вот желание что я хочу обновление это очень напоминает весну да когда приходит весна так или иначе возникает это состояние ощущение что знаете хочу чего-то нового хочу чего-то такого теплого светлого особенно в тех регионах где бывает очень холодно хочется солнышко так вот здесь вот прямом смысле до хочется солнышко и солнышко как новое начинание в вашем мира восприятия хочется обновления новизны здесь стремится то что вы как будто бы позволите себе знаете выйти из каких-то рамок не из всех не из всех ограничений но как минимум появится вот это вот знаете мотивация стимул разрушить то что вас сдерживало хотя в принципе у вас уже ничего не сдерживает это знаете как напоминает когда берешь собаку из приюта да и вот это вот ощущение той привычной жизни да за ней ухаживали до их кормили по или но вот это вот чувство свободы любви все равно этим бездомным собакам не хватает и вот когда ты даришь эту любовь через какой-то период времени особенно если ты ну вот ролики которые показывают допустим на соцсетях тут и видишь что собака полностью изменилась да она стала другой да то есть вот не то что ее что-то сдерживало да внутри а это вот как бы так сказать вы выйдете на другой уровень на другой этап вот на этой новой ступеньке у вас появится вот это вот желание что а меня уже никто не держит это еще может быть похоже на то что когда выходишь во взрослую жизнь до либо там съезжаешь из родительского гонезда и ты понимаешь что теперь ты хозяин тебе никто не указ во сколько ты придешь что ты будешь делать и вот это вот ощущение свободы до внутренней какой-то свободы вот здесь вот у вас она появится появится вот это вот ощущение что теперь я могу что-то делать может быть здесь завершилась где-то какая-то ситуация может быть да ну элементарно завершились какие-то отношения и теперь я полностью предоставлен предоставлена сама себе до либо завершился а может быть у кого-то этап обучения больше времени появилось больше возможности да то есть вот те оковы которые нас сдерживали это не внешние факторы здесь скорее всего что-то было связано с убеждениями что так например неправильно да опять-таки вопрос правильности неправильности в поведении воспитания в культуре то что сдерживало какой-то момент допустим когда мы говорим выгуливаем до своей теневые аспекты вот здесь такое тоже может может быть да не то что вот вы будете их выгуливать а то что здесь появится ощущение большего разрешения себе да то есть я больше себе разрешаю в чем-то да то есть уже где-то как-то не сдерживаю здесь вот такой момент только жезлов то что вы долгое время как-то у меня здесь идет ощущение что вашу жизнь стремится разрешение то есть это не внешние какие-то факторы это ваши внутренние да то есть вы начнете себе больше разрешать да вы примете какое-то очень важное решение для себя в той ситуации которая вас беспокоит и вы шагнете вперед то есть возможно до этого момента вы как-то сомневались были неуверенны я не знаю а вдруг что-то изменится в прошлом да то есть были какие-то оклятки на прошлое а сейчас как будто бы появилась ну то есть вы развернулись и появилось желание идти уже в будущее не в прошлое а в будущее да страшно да где-то может быть некомфортно да это что-то новое я хочу это попробовать это то есть вы как будто бы себе самостоятельно открываете дорогу что еще на что еще стремится вашу жизнь пятерка педаклей с чем она тут связано смотрите башня и девятка мечей вот эти вот этот триплет он как раз таки показывает то что ваша жизнь 3 стремительно врывается знаете какое-то разрушение вашего восприятия то есть по каким-то причинам раньше вам было выгодно ощущать себя не самодостаточным человеком до человеком которому что-то не хватает здесь вот общий посыл от этой позиции идет то что либо вы что-то с собой сделали как-то поработали да либо здесь идет какой-то знаете иногда бывает неожиданный инсайт благодаря которому ты начинаешь как-то по-другому смотреть на разные ситуации здесь вопрос ценности у меня всплывает как будто бы человек разрушает вот эту вот свою внутреннюю бедность да что вот ну я не заслужил я недостоин вот эти вот все убеждения касательно лично вас не касательно других людей они здесь будут разрушены и разрушены как раз таки какие-то ваши страхи чего вы здесь боялись то есть вот этот страх он как будто бы вас сдерживал не давал вам двигаться дальше ну во-первых это страх касается вашей какой-то замкнутости закрытости и боязни боязни страх касается боязни до страх по поводу того что я как будто бы боюсь вот вообще внешнего мира на есть то есть это не только люди а жизнь как таковой то есть все что за пределами моей приятный и такой знаете удобный зон и то есть все-все что вне зоны моего понимания меня это пугает меня это старший ты вот это будет как-то разрушена здесь ощущение знаете вот какой-то свободы высвобождение от того что ну все куда-то выдыхаете и говорите все теперь я могу ощущение того что знаете у человека появляется какое-то вот бесстрашие бесстрашие в контексте того что он принял они терять как будто бы нечего до то есть человек которому нечего терять он становится неуязвимы вот здесь вот вас как будто бы внутри появляется вот это вот неуязвимость и вы смотрите на мир через эту призму и она помогает она дает вам силу потому что нету какого-то такого сдерживающего фактора вы не сливаете свою энергию на то чтобы как-то сопротивляться бороться ограждать себя от кого-то защищаться вот это вот как будто бы знаете защитный вот этот механизм он спадает и вы начинаете видеть мир иначе и вам хочется попробовать да то есть вы как будто понимаете что я не знаю как будто бы здесь ощущение некой такой некого перемирия мне показывает как как эти какие-то вот железные шипы были да которые выходили из земли и вы смотрели на мир как через решетку а теперь вот эти вот железные какие-то шипы они опускаются и вас освобождают то есть ну я не знаю ваш срок закончился каких-то ограничений вам говорят иди иди и делай все что ты хочешь да ты свободен вы немножко замешканы да как-то вот немножко напуганы но вы понимаете что он окей и вот вы робко-робко начинаете совершать один шаг за шагом от чего вы закрывались а вы закрывались как раз таки от перемен вы закрывались здесь вот ощущение как будто вот вам скучно ощущение того что вот вам было как-то скучно вам было неинтересно вот полное отсутствие интереса во внешнем мире весьма ваш взор был направлен внутрь себя да то здесь вот какое-то отшельничество но она деструктивная и она не на то чтобы я уединяюсь чтобы принять какое-то решение да как-то созидательно чем-то подумайте мне нужна тишина нет а здесь я закрываюсь почему потому что ну вот мне как будто бы внешний мир скучно люди мне скучные не мой уровень не мои ну все не моё да то есть я не чувствую себя комфортно там и от этого я как будто бы закрываюсь внутрь себя и я не иду на какие-то изменения на какие-то перемены будущего ну то есть я не хочу ничего менять я не хочу какой-то стабильности да я здесь узнаете чувство что как будто бы сейчас у вас начинается весна до этого была зима в душе такое знаете холод я закрываюсь от всех не здесь не про обиду нет здесь нету обиды здесь нету злости на других а здесь есть вы какая-то знаете безразличие какой-то вот игнор как такое вот апатичное состояние неинтересно да вот не не интересен мир не интересен жизнь не интересная ничего делать не хочу нет никаких планов такое вот какое-то упадческое состояние оно приходит к завершению почему упадческая потому что что-то сделать на будущее я не могу я не знаю как мне не хватает информации мне не хватает навыков способности а то что было раньше мне уже это неинтересно и вот на этом этапе каком-то переходным да вы находились в некой такой я не знаю пустоте да можно сказать пустоте какого такого разочарования то есть я еще не придумал что я хочу да я вообще не хочу думать здесь был какой-то вот период восстановления когда знаете мозгу в течение дня когда он получает большое количество информации надо ее переварить да для того чтобы мозг сортировал информацию на долгосрочную и короткосрочную да долгосрочная она идет в нашу память ну то есть такое фильтрование а короткосрочная на канал на какой-то период и и и можно удалять а вот это вот чтобы произошло нам нужно период когда мы не воспринимаем из внешнего мира информацию через зрение и другие органы восприятия как правило за это у нас соответственно сон да то есть человек с одной стороны спит для того чтобы тело восстановилось а с другой стороны как раз таки вот в момент сна идут внутренние процессы да то есть ту информацию которую мы получили в течение дня мы ее начинаем сортировать вот кстати это один из одно из объяснений почему тогда надо сдавать экзамены да и что-то нужно запомнить надо обязательно лечь поспать да только так наш мозг формирует что вот то что я за заучил до зазубрил в течение дня мне это нужно запомнить его чтобы она запомнилась надо поспать до чтобы ушло на долгосрочную память они короткосрочно и вот здесь вот был такой у вас периода и поэтому вы не как-то не шли в это будущее потому что она была вам непонятно то есть нужно было вот этот вот момент как обычно в народе года потупить да вот я сижу туплю обычно такие процессы происходят у мужчин так они расслабляются через то что просто тупо смотрят в телевизор там либо играет в какие-то компьютерные игры либо просто монотонное какая-то вот монотонная работа где не нужно включать наше сознание вот у вас был какой-то такой процесс когда вам не нужно было включать ваше сознание она была не готова и не готова к чему не готова королю педакли. Король педакли у нас может говорить о построении чего-то такого стабильного, о построении чего-то такого надежного, в том числе это может быть и заработок, в том числе это может быть такая, знаете, материальная, удовлетворительная в большей степени такая жизнь, удобная, комфортная, приятная. То есть вы были не готовы. А сейчас вот такое ощущение, что, не знаю, может быть за этот период кто-то подумал, как можно по-новому зарабатывать. Может быть кто-то подумывал о том, что как-то вот знаете, по-новому не то, чтобы создать семью, если у вас семья есть, а как-то вот пересмотреть свои взгляды по поводу семьи. То есть здесь опора, фундамент. А сейчас вы уже готовы, то есть вот какой-то период был вам дан для того, чтобы здесь вот этот именно процесс как некий такой перезагрузки произошел, да, лишнее убираем, вот знаете, я такой расслабленный, и вот в момент этого расслабления, безразличия, когда я тупо смотрю в одну точку, да, время проходит, но от этого комфортно. Я не могу сказать, что здесь вот шли какие-то страдания, переживания. Нет, это было комфортное состояние некого такого оттупенения, хочется сказать, да, отцепенения бездействия, для того, чтобы где-то, знаете, какими-то фрагментами шло что-то из вашего прошлого, да, а там я это был, может быть, кто-то детство вспоминал, не важно, важно, что это должно было как-то завершиться, и это процесс, он неосознанно, чтобы вы понимали, вот, и пока он происходил у вас, вы были как некая такая амеба, а сейчас вы готовы, сейчас вы готовы именно к перерождению, именно к чему-то такому новому. Вот так, да, вот это вот стремится, ну и выпадает король жезлов, да, то есть для кого, если актуальна личная жизнь, то вот выпадает мужчина король жезлов, для кого не актуальна личная жизнь, здесь может выпадать как раз-таки ваше будущее такое активное достаточно, кто-то может, это может быть напрямую связано с вашей профессиональной сферой, то есть даже не с личной жизнью, как архетип человека, а непосредственно с достижением каких-то новых целей, которые вы себе строите, то есть здесь вот профессиональная сфера, либо развитие, но развитие такое достаточно серьезное, то есть изучение уже более серьезной информации, то есть то, что во то, в чем вы сомневались, вы как будто бы найдете вот этот баланс, да, как как можно соединить какие-то две вещи, для кого-то вот может наступить кстати и примирение с каким-то человеком, да, с которым вы были в конфликте. Так, это у нас с вами была первая позиция. Мы с вами переходим к позиции номер два, красненькому камешку, штампа времени. что стремится в вашу жизнь двоечки. Ту-спин-дакли. Сегодня какая-то такая, такие позитивные все позиции. Какой-то шанс удача, новое начинание, новые возможности. новые возможности выйти из какой-то очень достаточно быстро, да, и быстро, и хорошо, ну, то есть удачно. Из какого-то состояния, в котором вы, либо это была какая-то ситуация безвыходная по повешенному, либо то, что долгое время не развивалось, либо тот момент, что где-то что-то вы не понимали, не осознавали. О чем это? О чем это? Что это за ситуация? Ну, эта ситуация, смотрите, она, выпал император, она может касаться какого-то очень серьезного, авторитетного человека, то есть, если, допустим, мы возьмем профессиональную сферу, да, то здесь человек может быть, я не знаю, вашим хозяином, человеком вышестоящим, да, то есть тот, кто управляет вами, там, я не знаю, организацией, в которой вы работаете, то есть что-то в этой ситуации не развивалось и придет какое-то решение, очень благополучное, приятное решение в той ситуации, в которой ничего не происходило, да, зависшее. Если это не касается профессиональной сферы, а касается больше личной, то здесь что-то было с этим человеком, так, семья, за мячей, сейчас, секунду, обнуление, эта колода, она такая, знаете, она прям детально начинает рассказывать всю подноготную, да, то есть если спрашиваешь конкретно, скажи там, один вопрос, начинает всю историю разговаривать, говорить, здесь вопрос может касаться разрешения, в чем, то, что имеет какое-то отношение к семье, либо для построения семьи, либо наоборот в семье, неважно, это родительская, ваша семья, был какой-то очень острый разговор, да, было принято какое-то решение, я не знаю, то есть это не обязательно касается развода, но здесь вот какая-то такая очень серьезная ситуация была касательно семьи, либо это может касаться, если у вас взрослый отец, как-то вашего отца, то есть может быть, ну я не знаю, какое-нибудь хирургическое вмешательство мужчины, дяди, то есть здесь взрослый мужчина какой-то, зрелый, авторитетный человек, которому прислушиваются однозначно, и он является для вас каким-то родственником, то есть здесь кровные связи, потому что здесь семья выпадает, с этим человеком что-то не решает, почему-то мне идет какая-то операция, может быть, ждали, когда вот, не знаю, деньги собрать на операцию, либо когда найдется день, когда можно, либо больница, врач подходящий, такой момент тоже может быть, либо наоборот, в семье произошла какая-то ссора, либо нужно было принять какое-то решение, и это решение зависело от какого-то мужчины, и все этого решения никак не принималось, так вот, здесь все изменится, эта ситуация, здесь пойдет обновление, да, здесь все будет по справедливости, так, как и должно быть, потому что выпадают все великие арканы, эта ситуация очень важна, это значимая, то есть эту ситуацию избежать никак нельзя было, то есть если вы считаете, что там, я не знаю, например, ссор как-то произошла, по глупости, либо еще что-то, нет, вот этого должно было произойти, потому что выпадает шут, выпадает сразу дьявол, то есть по порядку идут великие арканы, умеренность, смерть и справедливость, 24-5, 5 арканов великих в очереди, да, то есть говорящие о какой-то очень важной, значимой ситуации, которая должна была здесь, либо как на принятие какого-то решения, либо был какой-то скандал, была какая-то ссора, причем ссора была с одной стороны знаете, какая-то комикотрагичная, да, то есть ничего не предвещало и вдруг это случилось, то есть с одной стороны как-то глупо, наивно, а с другой стороны, как говорится, лукавый попутал, то есть действительно эта ситуация должна была произойти, чтобы что-то высветить, да, то есть какая-то правда должна была вскрыться, и причем эта правда она такая, знаете, вот достаточно болезненная, и она должна была быть для того, чтобы исцелить какую-то ситуацию, то есть здесь все по справедливости, то как случилось, это все по справедливости, и поэтому карты здесь показывают то, что стремится в вашу жизнь удачный исход, то есть вот все эти карты, да, они показали только вот эту ситуацию, лбась, почему-то, потому что там колода это она всегда много карт требует, чтобы, вот так, хорошо, что еще стремится в вашу жизнь двойки, да, прям что-то стремится, торопится, для кого-то очень важно было найти силы, чтобы выйти из своего затворчества, то есть если раньше здесь затворничество, здесь я говорила про какую-то ситуацию, которая не развивается, то здесь появились силы для того, чтобы выйти из своего внутреннего мира, как-то вот вы закрылись, удалились, да, у вас появятся какие-то цели, у вас появятся какие-то желания двигаться дальше, ну, для кого-то действительно очень важно выйти из каких-то запутанных ситуаций, в которых либо, ну, вами манипулировали, либо вы где-то что-то манипулировали, то есть здесь какие-то хитрости, какие-то обманы, здесь, знаете, иногда бывает так, что я смотрю на ситуацию, да, я понимаю, что она мне не подходит, ну, она не согласна каким-то моим ценностям, да, ну, не созвучно, и, но в силу вашего характера, да, вы как-то идете на уступки, но при этом понимаете, что да, вы себя разрушаете, а потом как-то влип и не хватает сил, ну, я не знаю, элементарно, то есть, не обязательно про любовные треугольники, это может быть, влип какую-то ситуацию, кому-то что-то пообещал, а потом не сделать не получается, да, ну, я слово дал, а я человек слова, я должен это выполнить, но я понимаю, что то, что я должен выполнить, это не совсем, ну, закона, не совсем правильно, да, и вот ваша совесть, она как будто бы вас съедает, но, знаете, бывают такие моменты, ну, не могу я отказать, это же все-таки моя семья, да, либо я не могу там что-то сделать, там, я не знаю, это мои родители, либо еще что-то, но ты понимаешь, что здесь, ну, тобой пользуются, да, либо то, что делают, это не во благо, и ты это видишь, и здесь как будто бы с одной стороны как-то осознанно ты идешь на эту жертву, а с другой стороны ты понимаешь, что я где-то сам себя разрушаю, так вот, и многие из вас искали, вот как выйти из этой ситуации, да, что мне сделать, вот здесь вот, я не знаю, может быть, это одна и та же ситуация, может быть, это разная, здесь вы как будто бы находите силы, чтобы выйти, из ситуации, где, возможно, вы сами себе говорили, что, ну, я не могу дальше двигаться, да, почему, потому что, ну, здесь какой-то обман, да, что есть какой-то внешний фактор, который меня ограничивают, сдерживает, но это вот была какая-то хитрость, ну, то есть, я самостоятельно не способен сделать вот это, не могу вот это, а здесь вы как будто бы, причина была в том, что вам не хватало сил, и вы как-то закрывались, а здесь у вас появится вот эта вот внутренняя сила как-то разорвать, да, выйти, то есть чувство, что вы как будто бы берете ответственность за себя, да, здесь как-то связано с какими-то отношениями, союзом, может быть, здесь человек долгое время ждал, что, ну, я не знаю, вдруг мой партнер одумается как-то, да, и вернется ко мне, и вот, и, ну, я не знаю, здесь третий фактор какие-то проходят, то есть, если даже не привязываться к отношениям, здесь просто двойка кубков, она изображена именно как отношения, по-другому трактовать невозможно, но если даже это не про отношения, то есть, то, что вы долгое время ждали, знаете, как-то вот, пройти в своей внутренней гармонии, да, когда вот успокоится, когда говорят вопрос, очень часто, как принять, принять себя, принять какую-то ситуацию, вот здесь вот ощущение того, что вы примите, примите что-то в себе, либо примите какую-то ситуацию, и вам станет, это придаст вам силы для того, чтобы выйти из этой ситуации, причем не путем как-то вот осознания, а путем построения какой-то новой цели, то есть, если раньше, допустим, вы сливали всю свою энергию там на партнера, на близких, я не знаю, еще на кого-то, то здесь у вас появится как будто бы такое чувство, что, а зачем я буду акцент делать на этих людей, ну, то есть, сливать энергию, то есть, все внимание на них, и вы это внимание переключаете на какую-то свою цель, на достижение какой-то своей цели, и вот эти люди, они как будто бы становятся для вас уже не актуальны, и вот эта вот сила, да, то есть, вы забираете свою силу из этих отношений, да, либо с какой-то ситуацией, и направляете ее на то, что вам нужно, то, что вам необходимо, поэтому вы ощущаете себя более уверенным, более сильным человеком, здесь такая история, так, позиция номер 3, зеленый камешек, что так стремится в вашу жизнь, что вы притягиваете тройке на данный момент в свою жизнь, девятку педаклей, себя вы притягиваете, то это свое внутреннее удовлетворение, наслаждение, да, притягиваете людей, которые в свое окружение, которые чего-то добились, люди такие, знаете, состоятельные, очень яркие, индивидуалисты в какой-то степени, то есть, это может быть конкретная женщина, да, которую вы притягиваете, возможно, это просто люди, люди с опытом, люди с сознанием, ну, здесь больше женщины идут, люди, у которых присутствует, вот, знаете, деньги присутствуют, то есть, комфорт, удобство, это не нуждающиеся люди, однозначно, но здесь характерная черта, что они настолько индивидуалисты, они настолько независимые, они настолько, вы знаете, сами по себе, что мимо такого человека, не, ну, то есть, его пропустить нереально, к таким людям тянутся, почему, потому что они излучают такую энергию, что, а мне вообще и одному-то хорошо, и вот, вот это вот удовольствие от жизни, да, наслаждение, то есть, когда человек живет, ну, в свое удовольствие, по этой карте всегда проходят заядлые холостяки, либо холостячки, да, когда люди наслаждаются своей жизнью, все свои деньги тратят на себя, им это в кайф, и это их выбор, либо это такой период, когда что-то было до этого у человека, и ему нужно время на то, чтобы восстановиться, на то, чтобы собрать себя по частям, это тот период, когда я все трачу на себя, да, то есть, мне, мне необходимо это, вот, такого человека, либо вы такого человека будете притягивать в свою жизнь, либо вы притягиваете, как это, себя, не то, что себя притягиваете, вы становитесь таким человеком, то есть, это вот какой-то вот ваш идеал, здесь, выпадает иерафант, сейчас, секунду, здесь может быть такая ситуация, когда вскрываете, находите, открываете для себя, правду какую-то, о том, почему я бездействовал, то есть, здесь какой-то процесс, какая-то ситуация, непонятная, неопределенная, мутная, которая была долгое время в вашей жизни, и вы вот как-то не могли понять, почему, почему я не могу как-то вот переродиться, почему в моей жизни не может произойти какая-то трансформация, которая мне необходима, чтобы вот я изменился, чтобы я стал именно таким человеком по девятке педакли, и вот здесь вот вы получите эту информацию, она может к вам прийти, я не знаю, из каких-то книг, чисто случайно, вы эту информацию можете получить из фильма, знаете, то есть, фильм такой, в котором, не то чтобы история вам подходила, а какие-то слова, какие-то выражения, диалог может быть, наоборот, монолог может быть, повествование, которое заставит вас как-то задуматься, и вот произойдет инсайт, то есть, да, теперь я понял, то есть, ситуация прояснится, элементарно, если вы не знали, например, как зарабатывать, зарабатывать, да, то придет вот такая информация, как раз таки, о том, как зарабатывать, как получить, что меня сдерживает, ограничивает, именно того, чтобы я жил, жила в свое удовольствие, в комфорте, в удобстве, так, как я хочу, с чем была связана эта луна, но вы не знали, как вам дальше двигаться, да, не понимали, то есть, есть какой-то вот базовый набор, поведенческих моделей, и вы на него опирались, и вам не хватало какой-то вот, каких-то новых знаний, да, то есть, то, что было, оно уже вас не удовлетворяло, то есть, у вас было желание, знаете, как запрос на что-то большее, это не только в деньгах, это вообще может быть запрос на опыт, на развитие, на то, что вас расширяет, но вы не знали, вы не понимали, то есть, возможно, не видели эти двери, куда вам идти, как вам дальше двигаться, как принять какое-то решение, да, что выбрать, вот этого не было, и тут вы получаете этот ответ, долгое время, как-то, знаете, не хватало сил, закрывались, вас останавливалось, такое вот чувство какого-то разочарования, ощущение того, что я так много сил прикладываю, да, я уже это попробую, это попробую, да, сколько уже можно, хватит, я уже больше не могу, знаете, вот какое-то, какое-то огорчение от того, что мне уже сил не хватает, причем, знаете, здесь девятка жезлов, это шаг, один шаг до завершения, то есть, вы уже так близки к тому, чтобы получить то, что вам необходимо, и, как говорится, остановка на том, сейчас у вас произошла, что вы смотрите в прошлое, и как-то, не знаю, это вот как Эриксен, да, который столько лампочек, столько перепробовал, и в конечном итоге, как мы говорим, да, сотая обезьяна, которая помогает каких-то изменениях, да, в конечном, последняя капля, вот здесь у вас, вы не на последней капле, но вы несколько капель до того, чтобы прийти вот именно к, за шаг до финиша, вот здесь вот, что такое, у вас просто огорчение, и это связано с вашей профессиональной сферой, это связано с тем, что вы очень много работали, но, а понимаете, здесь ваш подход о том, что вот, он заключается в том, что, то есть, акцент вы делаете на то, что я пробую, я не получаю результат, а карты говорят о том, что здесь вам нужно посмотреть немножко на то же самое, по-другому, это не то, что вы пробуете, а у вас не получается, а это известная всем фраза о том, что я нашел еще один способ, как делать не надо, то есть, это не то, что я пробую, и не получается, у вас получается, только то, что получается, это еще один опыт, как делать не надо, вот, то есть, это наведет вас на какие-то размышления, на какие-то мысли, и дальше вы начнете двигаться в правильном направлении, да, вы пойдете в новое, у вас появятся новые идеи, вот, причем это будет не одна идея, а это будет прям, ну, несколько, то есть, горизонт откроется, и перед вами откроется много дверей, вы даже будете удивляться, не будете понимать, блин, либо вообще пусто, да, либо густо, и я не знаю, что мне теперь выбрать, куда пойти, как пойти, и что сделать, здесь такой момент, хорошо, есть ли еще что-то, да, что вы притягиваете в свою жизнь, вы притягиваете какое-то движение, дальнейшее, то есть, если вы бездействовали, то сейчас вы будете, как будто бы реализовывать, знаете, реализовывать свои задумки, я говорю, то ли какой-то новый способ вам откроется, то ли какие-то, как-то вот вы увидите, как я могу реализовать, причем свои какие-то детские желания, свои какие-то, может быть, проекты из прошлого, может быть, у вас появятся люди из прошлого, которые помогут, да, из прошлого я имею в виду люди, которых вы знаете, то есть, это не те, с кем вы сейчас, а это может быть, я не знаю, одноклассник какой-то, да, либо друг детства, то есть, кто-то здесь появится из прошлого, человек, да, с кем, кто даст вам информацию, как реализовать то, что вы хотели, то есть, здесь помощь какого-то человека будет, что это за человек, это человек победитель по жизни, это человек, который преодолел сложности, возможно, такие же сложности, как у вас, да, но он теперь знает, то есть, у него есть информация о том, как решить ту задачу, которая на данный момент вам не подвластна, ну, то есть, она вам неизвестна, она вам не знакома, да, здесь человек, который, знаете, вот и вышел как раз-таки на тот уровень, на который вы хотите, да, то есть, он как будто бы наслаждается жизнью, у него, здесь человек этот, может быть, здесь разные карты показывают, либо это женщина из прошлого, то есть, опять-таки, здесь у нас была девятка педаклей, а здесь королева педаклей, либо это может быть женщина разведенная, либо это мать, либо это, там, я не знаю, тетя какая-то, ну, взрослый человек, взрослая женщина с опытом, либо здесь, здесь человек, который очень многое прожил в своей жизни, и вот, знаете, это не обязательно ваш знакомый, может быть, да, да, это может быть из прошлого, но, ну, то есть, это может быть еще и виртуальный, да, то есть, допустим, мы же говорили про кино, здесь вы можете попасть, я не знаю, на какую-то информацию, например, из ютуба, где вы смотрите, и там какая-то женщина рассказывает о своем опыте, и он очень, может быть, вам созвучен, и какие-то моменты вы возьмете для себя, то есть, здесь может быть и чужой человек, но, я не знаю, человек, у которого как минимум, либо есть бизнес, либо это человек, то есть, это не тот, который учит тому, чего сам не знает, а здесь, здесь собственный опыт проходит, да, здесь человек, который пришел, пришел именно каким-то, ну здесь серьезная личность, да, вот король мечей выпадает, либо это может быть, я не знаю, как-то так, прикольно, жена какого-то, я не знаю, вашего бывшего коллеги, такой тоже может быть, тут они разошлись, но здесь вот что-то такое тоже может быть, то есть, либо здесь женщина, да, как напрямую может говорить, либо здесь как энергия, энергия человека, такого достаточно, дайте, хорошего друга, соратника, человека, который вас поддержит, человек, который не просто расскажет, он еще и покажет на собственном опыте, то есть, здесь не теоретик, а здесь практик, ну, вот так, интересно, что эта колода, для меня, по крайней мере, так, знаете, вот интересно, мы говорим, вроде бы, картинки, да, примерно одни и те же, одинаковые, это иерафантов перекроет, каждый рассказывает, как-то вот свою историю, у него какой-то способ, свой, вещание, у каждой колоды, да, хотя картинки, примерно, одни и те же, да, информация, ну, то есть, ключевые слова, одни и те же, а вот именно повествование, в зависимости от колоды, абсолютно разное, удивительный момент, я желаю вам всем прекрасного настроения, отличного дня, если вы смотрите утром, да, прекрасного заряда на весь день, я с вами обращаюсь, до пятницы, всем пока-пока, следует... Субтитры создавал DimaTorzok